Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. Давненько мы не общались с вами, давненько не было видосиков на ютубе. Обычно были всякие вырезки с твича, хождение ключей, да. Последние две недели были в ключах проведены, прям полностью. Вот, много было рио получено, много всяких эмоций было получено, много всяких интересных сучек было получено. Ну и много такой интересной информации. Я ее, наверное, потом раскрою, сейчас не буду. Сейчас еще не время. Давайте немножко подведем итоги года и обсудим вообще все, что происходило, происходит, ну и там будет происходить, да, поговорим чуть-чуть. Скажем так, ну год, ну такой себе, да, плохой. Объясню почему. Рассмотрим лето. Летом родители заболели коронавирусом. С середины июля по конец августа вообще прям, ну я не в своей тарелке себя ощущал. Я там немножко приболел, тоже похоже, но в походу какой-то очень-очень легкой форме. Ну то есть, знаете, просто так здоровый человек пропотевать ночью не будет. Хоть лето там и говорили жаркое, но у нас себе оно было, ну нормальное такое в целом. Там плюс 20-25, пойдет. Дальше что получается? Дальше все окей. Отметил день рождения своего 6 декабря. Все знают мою кошку. Она прожила у нас в этой квартире 4 года. С бабушкой до этого 13 лет. 13 лет и 8 месяцев. Тумарно она прожила 17 лет и 8 месяцев и 20 дней. 27-го числа ее не стало. На моих руках она... Все. Сегодня мы ее похоронили. 30 декабря, 3 дня, все прям как у людей. Похоронили ее, можно сказать, как человека. Но она реально была членом семьи. И, ну, ничего плохого про нее сказать. Язык даже не поворачивается. Очень была хорошая. Замечательная. И классная. Имеется смайлик на Твиче. Я его удалять не буду. Вы можете им пользоваться. Сабом он доступен. Перейдем к хорошему. Как я уже сказал, было Рио запушено. Две недели... Были реально классные эти две недели. Были ключи с рандомами, в разных сетапах. И с Фералом были ключи пройденные. И с Монахами. Много-много всяких было интересных ключей. Рассмотрим ключи. Сейчас открою интерфейс игры. Подземелье с опахальным ключом. Тут 25-точки, тут 25-точки. 25-я фероническая Ризна. 24-я укрепленная. Ну и все остальные 24-е ключики. Тумарно, Рио набралось 2760. Ну, я не скажу, что это много. Но, в принципе, это довольно-таки неплохо. При учете того, что у меня нет на текущий момент пачки. Метовой, с которой я могу проходить ключи. При условии того, что я ДК. Это довольно-таки неплохой результат. Будем честны. Рандомы не особо любят инвайтить ДК-шек. Рандомы любят инвайтить Монахов. Рандомы любят инвайтить магов, разбойников, одетых воинов. И все, в принципе. Вот. То есть для ДК особо как-то места, ну, нету. И вообще, если рассмотреть Альянс по Европе, то ДК с рейтингом 2.700, их всего, по-моему, 6 или 7 штук. Даже вот после всех вот этих пуш-недель. Вдумайтесь в это. Насколько мала популяция ДК. На Орде их тоже не особо больше. Там можно все глянуть на Рейдерова. Если хотите, можете даже в комментариях об этом пообщаться маленько. А так что? Ну, а все в целом, какие итоги года? Ну, там, со всяких Сбербанков, с Бургер Кингов пришли мне итоги года. Ну, забавная, интересная статистика. И, кстати, касательно итогов года на стримах, ну, хорошие стримы были. Также продолжаем с вами общаться, что-либо обсуждать. Вот. Что планируют в 2022 году? Ну, смотрите, выходит обновление 9.2. И в 9.2 будут походы на Сильвану. Так что одевайтесь. Делайте персов на Альянсе, если у вас есть желание полутать маунта. Отмщение. Сейчас покажу его, потому что вдруг кто-то в игру не играет, не понимает, о чем речь. Отмщение. Вот такой вот маунт падает с Сильваны Апохальной. И будет падать в двойном размере он до конца Shadowlands. То есть, если хотите, присоединяйтесь к рейдам. Ближе уже к 9.2, ну и ближе к тому моменту, когда большинство людей будет одето в хороший эквип. Я сделаю видос с анонсом, дам анонс в Дискорде. Вновь будем роли получать, вновь будет таблица замечательная. Ну и будем лутать маунтов вместе. В принципе, Сильвана не будет каким-то сложным боссом в обновлении 9.2, потому что будет новый рейд, будет новый item level. Ну и само собой будут нерфы для Сильваны. Стоит это тоже понимать. Как-то так. Я думаю, добавить более нечего. Я все сказал абсолютно. И плохие стороны этого года рассмотрели, ну и хорошие. Скажем так, весь год у меня уложился, ну вот в два месяца. Это середина июля до конца августа. И вот последние две недели декабря. Это вот такие самые значимые месяца, значимые самые дни, которые были в этом году. Ну и они, увы, печальные. Чего-то радостного вспомнить нечего. Увы, ях. Надеюсь, следующий год будет лучше. И ничего негативного в нем не будет. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. С наступающим вас Новым годом. Приметь так же продолжаю, я никуда не деваюсь. Анонсы в ВК-группе. Чекайте и другие ссылки, которые указаны под видосиком. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok